здравствуйте дорогие друзья вы на канале колдунблог с вами катеров танки сегодня мы рассматриваем советский штурмовик тэша-3 который у нас расположился на третьем уровне советской ветки предшественники его тэш-2 после него идет бш-2 и линейка самолетов л значит этот самолет отличается от остальных очень низкой скоростью низкой маневренности но высокой прочностью и достаточно внушительной мощью в виде четырех подвесных бомб с уроном на 1500 единиц и наличием 10 пулеметов калибра 7 62 вот которые позволяют нам расстреливать практически любой наземный объект но если попадется нам прицел истребитель то можно уничтожать спокойные истребители но конечно отслеживать их тяжело так как очень низкая манированность и скорость невысокая высота летная не позволяет нам вступать в полноценный воздушный бой в общем для этого самолета не был предназначен поэтому вы будете очень сильно зависимы от наличия адекватных истребителей которые должны будут вас прикрывать но которая в рандоме никогда вас по сути не прикрывает значит если сравнивать этот самолет с другими линейками да у нас вот фоке вольф на третьем уровне германской ветки это конечно совсем другая ступень развития тоже полноценный самолет вот соответствующей формы доведенные дома пусть он конечно не был принят на вооружение пусть у него там были проблемы вот тем не менее если откинуть вот эти все условности недоработки вот которые наверное были бы устранены если бы самолет приняли на вооружение вместо бф тем не менее этот самолет обладает отличными высотными характеристиками великолепным бомбовым вооружением с очень высокой точностью и высокой мощностью эта бомба одна наносит 3000 урона да что позволяет уничтожать массу наземных объектов с приличной высоты плюс довольно мощные двигатели вот и неплохая скорость которая позволяет этому самолета оставаться на высоте атаковать с бум зума и или перед этим обработать например наземку бомбами а потом уже уходить на высоту и работать с высоты конечно машина тоже неповоротливая довольно тяжело но даже она у нас обогоняет по части маневренности на 150 единиц скорость даже вообще нечего уравнять это огромная разница по скорости плюс наличие мощного тылового вооружения прикрытия бортстрелок с 20 миллиметровым автоматической пушкой плюс защищенный кабиной с бронестеклом в общем из преимуществ у нас по сравнению с ним мы лучше атакуем наземной целью за счет десяти пулеметов по прочности мы примерно равны но при лобовом столкновении он имеет возможность за счет вот большей дальности огня наличие 20 миллиметровых пушек и с высокой кучностью огня нас уничтожить раньше чем мы сможем уничтожить его хотя на дистанциях примерно 300 400 метров шансы уравниваются и даже переходят на нашу сторону поскольку у нас 10 пулеметов которые наносят очень значительный урон за секунду значит в павлиннике сша у нас по сути палубный истребитель разведчик который имел возможность подвеса бомб с неплохим вооружением т.2 12.7 пулемета но прочность у него соответственно как у биплана для третьего уровня да при этом соответствующая высокая маневренность неплохая скорость но в общем ставить его в ряд штурмовиками наверное не имеет смысла вот хотя вот при столкновениях он для вас может представлять значительную угрозу потому что достаточно маневренно и в принципе обладает для как для моноплана неплохим бронированием ну и также неплохим вооружением в виде тяжелых в 97 миллиметровых пулеметов по части работы по наземке он конечно нам совершенно неровне значит в японской ветке у нас пока только истребители которые можно подвешивать бомбочки но мелочь конечно это опять тем которым я уже сделал вот который больше конечно годится как истребители и бомбить с него общем смысла никакого не имеет значит в великобритании да у нас имеется скула на третьем уровне по сути это тоже вот это правда моноплан вот он ближе вот по классу и по типу действий с f3f вот в отличие от него он может вооружаться двумя мощными 500 фунтовыми бомбами с высочайшим уровнем на 6 тысяч единиц а благодаря скорости маневренности он может довольно таки шустро особенно используя складки местности подлететь к базе разбомбить ее ну заодно еще может какой-то объектик так как бомбы очень мощный но потом уже действовать как полноценный истребитель плюс имеет преимущество по прочности перед другими истребителями значительная хотя и уступает им ваневренности но зато имеет еще бор стрелка с пулеметом льюис вот что конечно тоже является определенным преимуществом и позволяет на виражах атаковать не только цели которые впереди у вас но и те которые сзади вас вот то есть можно сказать полноценный истребитель для 3 уровня но с возможностью бомбить наземку превосходит нас по скорости по маневренности уступает по огневой мощи и по прочности уступает но и по сути для атаки наземки он не годится как только он сбросит бомбы он уже совершенно не пригоден для того чтобы атаковать надземные объекты в отличие от и шаг который даже без бомб спокойно может со своих 10 пулеметов расстреливать практически любой объект включая базу в этом отношении он является уникальной машиной так как больше ни одна машина не не может на этом уровне настолько качественно из пулеметов в общем с фронтального вооружения расстреливать наземные объекты как это может делать дыша здесь мы посмотрим значит на модуле у нас имеется два типа пулеметов да это pv1 и шкассы шкассы конечно имеет намного более высокую скорострельность 1800 против 750 но этот плюс является одновременно и минусом например со стоковым пулеметом можно спокойно подлетать к объекту 700 метров открывать огонь и когда вы уже будете в метрах 200 этот объект будет практически уничтожен или будет пылать в любом случае рекомендуется использовать зажигательные или бронебойно-зажигательные патроны так как они имеют высочайшую эффективность по части уничтожения наземных объектов но и также особенно бронебойно-зажигательные можно спокойно разбираться и с целями воздушными вопрос только в том насколько вы мастерски будете играть чтобы поймать в прицел маневренные истребители третьего уровня значит в этом отношении выбор будет за вами что использовать но если например у вас есть улучшенный оптический прицел да и у вас опытный экипаж есть еще у пилотов второй навыком выучена точность повышенная то можно ставить топовый если нет то лучше ставьте стоковый за счет более низкой скорострельных будет медленнее перегреваться вы сможете больше цели атаковать и более длительное время поэтому кучность огня не будет играть такой значительной роли и по наземным объектам вы уж точно будете эффективнее но вот этот вот набор он эффективнее конечно в случае столкновений с истребителями даже на тэша при умелом маневрировании удается заходить истребителям хвоста когда они особенно отвлечены на наших союзников и прекрасно их уничтожать за счет огромной огневой мощи значит двигатель у нас три на выбора до стоковый это м34 750 лошадок модификация f на 830 который вообще не стоит ставить просто прокачать и уедите дальше м34hb уже почти на 1000 лошадок да вот его стоит прокачать и поставить он позволит вам с бомбами уже более менее чувствовать себя уверенно потому что со стоковым двигателем и с бомбами вообще будете еле ползать и при каждом повороте вы будете заваливаться буквально поэтому когда у вас стоит столько двигатель бомбы вообще не ставьте ни в случае иначе это будет просто кошмар и ужас а не полет значит тыловое вооружение не особо тут мощное ну по сути тот же шказ да есть токовый у нас та и шказ хорошо что есть ну в общем особого влияния он конечно не оказывает наиболее эффективен против слабо бронированных целей типа монопланов бипланов бипланы это понятно монопланы типа е-16 ранее которые в общем слабое бронирование вот про таких цепь против таких целей он годится ну правда конечно вам придется дико маневрировать поскольку самолет очень маневрен и у него на вооружении там если не ошибаюсь 12.7 пулеметы очень значительная огневая мощь до 2.12.7 пулемета швак в общем с высочайшей скорострельностью и отличным уроном поэтому если вам удастся переиграть и 16 значит вы настоящий мастер правда даже после этого у вас останется там немножечко хп поскольку и 16 это и 16 это одна из самых опасных машин на третьем уровне что еще нужно учитывать маневренность очень низко у нас уйти от кого-то там очень сложно время виража полминуты сами понимаете да управляем самолетом 61 единица без комментариев скорость у нас максимально 255 этой земли вот на высоте она чуть выше чем не отличается оптимальная высота 250 метров но при этом максимум это где-то мы 500 метров можно набирать на них летать правда неплохая скорость сваливания то есть 114 мы можем даже на низких скоростях довольно уверенно держаться машина большая неповоротливая вот огневая мощь у нас в принципе неплохая единственное что скучность этих пулеметов невысокая а вот а при наличии подвесных бомб самолет становится значительно медленнее и требует к себе особого внимания в общем далеко не всегда удается долететь до наземного объекта из модулей рекомендую поставить весь набор бронелисты и усиленная обшивка для защиты фюзеляжа крыльев экипаж двигателя и баков и ученый оптический прицел вот он позволит вам намного более кучно пить по наземным целях с пулеметом в том числе и по воздушным весе и бывают такие смельчаки которые игнорируют и со считающим ни на что не способны и идут например в лобовую атаку на него или просто там крутятся перед ним не особо опасая что он их атакует вот такие ребята часто попадают под мощный залп десяти пулеметов которые с этим прицелом оптическим становится еще более сокрушительным и в общем отправляются в ангар учитывайте этот фактор вот если есть возможность и вы уже сбросили бомбы маневренность позволяет а вот атакуйте воздушные цели эффективность этих пулеметов достаточно высокая что касается наземки значит лучше ставить конечно вот этот пулемет так как более низкая скорострельность а соответственно он медленнее перегревается ввиду того что по сути пулеметы не очень точные да то с стоковым вы можете уже 700 метров атаковать цель и на подлете где-то метров 200 когда будет оставаться вы уже фактически и уничтожить или оставить им немного хп уже подожжете этот объект этого достаточно плюс при этом у вас они перегреются лишь на треть в отличие от этих которые 600 700 метров уже пока вы будете на подлете 300 метров они же перегреются на половину а вот и ну может быть они чуть быстрее уничтожат объект но эффективность их сказывается только на небольших дистанциях и по сути они более эффективны для уничтожения крупных объектов или для истребителей для уничтожения истребителей для наземки эти пулеметы более эффективны особенно если поставить зажигательную или бронебойно-зажигательную вот обязательно одну из этих лент ставьте так как поджечь объект это очень важно и наносит значительный урон а нам в общем то и нужно уничтожать наземку и для нас зажигательная бронебойно-зажигательная это самое важное вот поэтому стоковые вот здесь пулеметы более эффективны по сути можно на один объект за другим атаковать и они практически не будут перегреваться в отличие от этих конечно эти способны и там за несколько секунд уничтожить крупный объект но они очень быстро перегревается требует время для того чтобы остыть поэкспериментируйте что что вам больше подойдет по стилю игры то будет наверное более приемлемо но стоковые пулеметы это как бы универсальный вариант значит при наличии бомбки я уже говорил самолет сильно замедляется вот обязательно и сбрасывайте в первую очередь на первые же объекты вот не тащите их до самой базы пусть бомбы очень мощные но они вас очень сильно замедляют вот маневренность видите скорость теряется 16 15 16 единиц вот и обязательно конечно это столько с топовым двигателем с истоковым бомбы вообще не ставьте значит самолет отличается от наших конкурентов на третьем уровне более по преимуществам у него прочность огневая мощь но сильно уступает он по скорости и маневренности плохо защищены пилоты и борт стрелок пилоты борт стрелок и также в принципе неплохая броня он довольно неплохо держит урон от тех же павел но очень тяжелый очень очень он часто заваливается когда вы выходите на цель нередки случаи не раз такой наблюдал что пилоты на тэша очень часто врезаются или землю или в объекты которые они атакуют просто не успевают вернуть управляемся на 61 единиц это на один из самых низких показателей вообще для всех самолетов вот но машина однозначно стоит пройти она очень интересная особенно если либо противник отвлечен либо его прикрывают либо вас прикрывают союзники то один тэша способен практически половину наземных объектов самостоятельно сравнять просто за счет своих пулеметов поэтому любительным штурмовиком однозначно должен понравиться ну а теперь перейдем непосредственно к обзору боев ну а теперь мы прижавшись к земле используем стандартную тактику которую мы еще показывали в воде паскуа британскому штурмовику потихоньку пробираемся по складкам местности к вражеской базе при этом большинство соперников находится на достаточно большой высоте и нас не замечают некоторым просто увидев такую цель даже не хочется терять высоту потому что теряя высоту они становятся уязвимыми для так наших истребителей поэтому они игнорируют нас как цель и это позволяет нам как сейчас пробраться к вражеской базе вот оставив оба крыла самолетов противников на соответствующий на левом и на правом фланге сами мы находимся сейчас у них фактически в тылу и можем спокойно атаковать базу здесь мы так как мы очень низко шли нам не удается нормально атаковать первый объект поэтому мы умудрились только сбросить на пво две бомбы сейчас нам надо развернуться набрать высоту чтобы уже нормально атаковать штаб поскольку с очень малых высот бомбометание нормальная почти невозможно сейчас мы уже набрали хорошую высоту для этого более 100 метров сбрасываем бомбы а теперь самолет стал значительно маневренее легче вот так же мы повредили штаб и сейчас можем с пулеметов разбирать наземные объекты как видите мышь пулеметов 10 пулеметов тэша огромна вот и он буквально распиливает наземные объекты на куски но это мы имеем дело сейчас топовыми пулеметами них высокая скорострельность на не быстро перегревается сейчас добиваем штаб и выходим на следующий объект и как видите здесь вот это вот такая ловушка с перед перегревом пулемета вода в то же время желанием добить цель не играть злую шутку с очень многими игроками которые играют на штурмовиках увлекшись расстрелом цели вот забыв что у нас очень медленный неповоротливый самолет мы не успеваем во время отвернуть и цепляем крылом цель поэтому врезаемся вот это негативный пример того как делать нельзя говорю это громко и ясно потому что некоторые школа тролли увидев такую запись боя начинает кричать что-то типа ты ну ты там ничего не понимаешь ребята это негативный пример это то как делать не надо не надо увлекаться погоней за целями лучше спокойно уйти для следующего захода на цели уже добить цель без риска врезаться в нее вот сейчас вот пример с атакой и 16 которым мы говорили в первой части вода в ангаре то есть насколько ведь а мощно у нас атакует один заход и даже у мощного тэша половины хп не осталось вот естественно что-то сделать с ним эффективно мы не можем можем только подставлять его под огонь борт стрелка сейчас сбрасываем цель на цель бомбу вот но здесь ошибка какая была сделана надо было сбрасывать все бомбы сразу и тогда появился бы маленький шанс за счет улучшившиеся маневренности еще какое-то время свои 16 поиграть на виражах и зачастую учитывая что они не очень сильная броня удается забор за счет борт стрелка этот самолет разобрать вот в любом случае когда вы летаете без бомб таких ситуаций будет значительно меньше так как самолета значительно лучше маневренность и скорость вот на этот на сбой это пример стандартного боя с когда нам никто не мешает работать по наземке вот и мы последовательно цель за целью уничтожаем ну тут интересный будет момент вот сейчас смотрите мы идем на 500 метров до такой цели сейчас он слева с высоты зайдет фоке вольф посмотрите с какой высоты он будет работать и насколько он точно будет бомбить объекты фоке вольф 57 это наш коллега на третьем уровне немецкой ветки но там он в разряде тяжелых истребителей тем не менее не отличная бомба вооружения гайд по фоке вольфу я уже залена на свой канал можете его посмотреть если интересно смотрите он заходит раз еще одна цель и еще одна цель это уже третью цель уничтожает с приличной высоты там где-то 1200 метров не было с это он очень точно отбомбился такой стандартный бой ну интересное сравнение с фоке вольфом было и напоследок коротенький но интенсивный бой который к сожалению я не сначала записал уже как видите уничтожено 5 объектов значит это морская карта достаточно красивая обширная вот и вся прелесть ее в том что здесь очень много наземных объектов и нам езди развернуться и они нам достаточно близко плюс объекты большие это корабли вот это для нас самая лакомая цель уничтожаем уже 7 объектов наземных доходим на следующий вот обратите внимание вот топовые пулеметы очень быстро уничтожает цель огромная скорость риск но также очень быстро перегревается поэтому если вы любите планомерно степенно расчесывать наземные цели поджигать их то столько пулеметов будет достаточно столько пулеметы как правило такие крупные цели на подлете могут уничтожить запас прочности примерно там до 70-80 процентов остальные 30 процентов догорают за счет того что вы их поджигаете вот но надо использовать обязательно либо бронебойно-сжигательные либо просто зажигательные патроны значит снова заходим на цель вот как видите такие цели не сплошные и такие большие как корабли уничтожить тяжелее так как они не настолько крупные не все пули далеко не все ложатся точно цель вот поэтому если имеете возможность первую очередь уничтожать и корабли они большие их уничтожить проще всего вот и сейчас на нас выходит вражеский zero вот что мы можем здесь этой маневренной машиной практически ничего один минус у нее крупной это невысокая живучесть вот но в общем то смотреть дальше нечего было так как еще какое-то время мы покружили сняли ему половину хп и на этом в общем бой закончился естественно нас били тем не менее для уничтожения наземных целей машина сгодится очень даже хорошо как видите по этим скриншотам огромное количество объектов удается уничтожить вот единственное что я вам порекомендовал брать в крыло пару истребителей вот и тогда намного легче будет играть поскольку в обычном рандоме очень-то тяжело в одиночку зачастую нам просто не удается долететь до цели потому что истребители нас просто бросают на производ судьбы и приходится выкручиваться кто как знает в общем такая вот интересная машина я вам рекомендую прокачать после нее будет и вам еще интереснее играть на бэша и на серии самолета был надо был катеров танки до встречи в новом году удачи всем пока